Здравствуйте! Помните такие вот фотографии, иногда в кино показывают, работа старинной телефонной станции? Значит, телефонистки все такие из себя, в длинных юбках, застегнутая до верха блузка. Они по телефону общаются с ними, им говорят, «Барышня, дайте мне, пожалуйста, 30000». И она соединяет этот номер телефона. Значит, что она делает, эта барышня? Она берет такой штырек с проволочкой, с грузиком на конце, чтобы не потерялся, и в нужное место его вставляет вот того щитка, что перед ней находится. Раз! Что она там этим штыриком делает? Она коммутирует так называемый ламельный переключатель. Переключатель проще некуда. Абсолютно. Это система металлических шин, крест-накрест, как решетка, да? Вот, представляете себе, вот они шины, 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 каждая шина идет к своему номеру телефона. И перпендикулярно шины, 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 тоже каждая шина идет к своему номеру телефона. И вот вы захотели какой-то телефон с каким-то другим телефоном соединить. Вы выбираете, где эти две шинки пересекаются, да? И в этом месте их соединяете. Для этого там уже сделана дырочка. И вы, это не вы, а та самая барышня с телефонной станции. Она туда вставляет эту штучку. Вот. Кстати говоря, замечательная вещь телефонная станция, потому что она, одна из первых, вот эта телефонная индустрия, да, телефонная станция дала относительно интеллигентную работу женщине, да? Она не прачкой, не швеей, а вот эта вот барышня, которая соединение осуществляет. Работа, в общем-то, умственная. Как бы сейчас нажимать кнопки называлась, а там вот соединяет, коммутирует. Вот. Ну, конечно, сейчас эти ламельные переключатели, может, в каком-нибудь музее увидите или в кино. Вот, про старину. А теперь это все заменилось. Никакой барышни нет. Есть некие механические, бывали, переключатели. Вот, какое-то время тому назад, в начале еще 90-х годов, некоторые московские АТС были на этих вот механические переключатели. Там какие-то колесики вращались, что-то с чем-то замыкалось. То есть, вот эту вот работу барышни выполняли колесики. Вот. А были переключатели на электромагнитное реле. То же самое, замыкание, только теперь с помощью магнитика. Чпок, и замкнулся контакт. А плохо отмыкается, все, ваш телефон повис. Надо звонить там в автоматный зал, подтолкните, вот, мой телефон. Подойдет он, чпок, по этой релюшке. И вы отсоединились. Теперь опять можете куда-нибудь звонить. Вот, помните, такое было дело, да? Сейчас это все компьютеры делают, само собой. Так вот, идея ламильного переключателя, вот этого крест-накрест соединенной линии, она обретает новую жизнь. Новую жизнь в нанотехнологиях, как всегда. Научились делать теперь нано-проводники. Тоненькие-тоненькие проводники наноразмеров. И вот, представляете, из этих проводников выполняется, как бы это сказать-то, вот такой ламильный переключатель. Решетка такая, крест-накрест эти проводники идут, между ними, естественно, зазор. А в этот зазор нужно догадаться и поставить какой-нибудь тоже наноэлемент. Не знаю, его придумали уже или нет. Как только придумают, об этом ничего не расскажут. Сначала запатентуют и выпустят на рынок что-нибудь новое. Замечательная вещь. Потому что такого рода нано-переключатель можно будет использовать в качестве процессора для компьютера. Правда? Ведь что такое процессор? Это, собственно, такой же релейная система, как автоматическая телефонная станция, которая всякими переключениями занимается. В результате чего у нас, получается, складываются числа, сложная программа выполняется, редактируется текст, еще что-то там искусственный интеллект для нас делает. Вот. Вот этот вот ламильный переключатель в наноисполнении, возможно, станет будущим нашей электроники. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи.